Всем привет из Израиля, друзья! И сегодня очень интересная тема, которую вы просили уже давно. Переезд в Израиль в пенсионном возрасте. Я направляюсь сейчас в гости к одной семейной паре, которые переехали два года назад, как раз в разгар самой пандемии. И забегая вперед, скажу, что им заранее сняли квартиру, они не жили ни в гостинице, ни в апартаментах. Родственники сняли им квартиру, и они приехали уже в квартиру, отсидели две недели в карантине, ну а потом уже стали заниматься делами. И вот как было потом, и как сейчас, и как будет, какие планы на будущее, мы сейчас узнаем. Здравствуйте, меня зовут Северна. Наверное, рум-тум проведем. Давайте покажем, как обустроились. Вот так выглядит квартира. Кстати, квартиру я показывала уже в одном из видео несколько лет назад. Столько цветов, такая красота. Дальше можно, да? Да, да. Там есть еще одна комната. Такая кухонька. Кухонная зона. Кухонная техническая кухня. Столько красивых деталей. Об этом чуть позже, да? Дальше где еще комната? Ну там ванна, да? Ванна. Да, там ванна. Это туалет и... Туалет, туалет. И вот комната еще, да? Да. Вся в цветах. Вот так выглядит. Это салон, да? Получается салон? Да, да. Еще одна. И балкон, да? Мога функциональность. Да. И салон, и спальня бывает. Это вот же. Здесь у меня цветник сад. Моя гордость. Действительно цветник сад. Столько цветов. То, что уже я здесь вырастила. Угу. За два года. Я вот не знаю, здесь будет очень темно, если свет включить. Надо стихку. Да, вот так вот будет лучше. Вот так выглядит салон. Цветами. Здесь тоже надо включать цвет. Да, и вот так лучше там видно. Сначала сняли. Немножко не видно. Посмотрим, а уже сегодня. Уже зима пришла, да? Со вчерашнего дня. Такой ливень был. Вы вчера застали, кстати, ливень, нет? Да. И вот балкончик. Добрый два. Лидия Владимировна, ну что, начнем наши вопросы-ответы. Начнем, наверное, с чего? Переехали, когда какие были сложности, трудности? Первое впечатление, конечно же, об Израиле. Первое впечатление хорошее. У нас был, конечно, перелет был долгий, утомительный. Вот, но когда вот мы уже высадились в Бен-Гуриона, в аэропорту, вот, и, как говорится, уже прибыли на место, нас, конечно, встречали. Вот, все было очень хорошо организовано, большое всем, конечно, спасибо устроителям. Вот, все, конечно, было в очень быстром темпе. А мы были, ну, не какущие. После этих переулетов еле держались на ногах. Вот, ну, что делать? Вот, но, конечно, приняли прекрасно. Все было организовано. Была водичка, были там бутербродики, были, типа, сэндвичи. Ну, в общем, все было организовано, но есть мы как раз не хотели. Нас накормили в аэропорту, в смысле, в самолете. А подвозили по туркарту? Значит, было уже все заранее продумано. То есть у нас спросили, как мы, или мы в гостинице останавливаемся, мы сказали, что у нас уже квартира есть. То есть спросили адрес, было такси, и нас на такси уже довезли до самого дома. То есть это в порядка трех часов ушло, не меньше, потому что это вечер был, это были пробки. Вот, и где-то около трех часов мы вот добирались от Бен-Гуриона до Хайфы, до нашего дома. Ну, нормально все, все хорошо было, все, мы довольны, в общем, все было организовано замечательно. А после того, как вот уже отсидели, какие были действия, тогда же тоже были сложные. Да. Иврита не знаете, талоны нужно было брать, по-моему, через интернет заранее. Вот как вообще, кто-то помогал? Да, не буду кривить душой, что все так было гладко, все так безоблачно. Нет, было не гладко, было не безоблачно. Но самое главное – это настрой. Вот. У нас был хороший настрой. Ну, начнем о настрой. Вот. Да, настрой у нас был хороший. Мы еще вот в аэропорту поняли, понимаете, это состояние души. Вот мы поняли, что когда уже вот сошли даже с трапа до самолета и уже когда в самом аэропорту, мы в раз с мужем сказали, слава Богу, мы дома. Понимаете, это вышло совершенно, ну вот непроизвольно. То есть вот это так вот мы, было внутри нас, это было состояние души, что мы дома, наконец мы дома. Вот. И вот это чувство, оно, понимаете, все время было. У нас была необычность ситуации, то есть мы приехали во время пандемии, во время не просто пандемии, а разгара пандемии. То есть жесткий был такой карантин, то есть мы ходили только в масках везде, во все торговые точки, везде, повсюду, только в масках. Маски практически, мы уже настолько с ними сроднились, с этими масками, что мы уже даже дома иногда забывали, и дома забывали даже снимать. Было и такое. Ну и, конечно, вы понимаете, что нам нужно было понятно оформлять. И, во-первых, сразу нам, значит, мы отсидели в карантине две недели, сразу после того, как мы отсидели, мы из дома вообще не выходили, нам все, значит, холодильник был забит продуктами, все. И мы вот две недели были дома, выходить нам на улицу даже было нельзя. Вот, и сразу, как вышли в этот же, в первый день, как только мы вышли, мы прилетели вечером 9 ноября 2020 года, вот 25 ноября мы вышли. Первый наш выход был на улицу в свет, и сразу, значит, в Алию нам нужно было получить наши первые временные теуда-дзиуты. Вот, мы их получили, спасибо, конечно, сотрудникам Алии, мы не знали совершенно иврита, это и понятно, вот, говорили на русском, поэтому нам все перевели, все, таким образом мы получили наше первое удостоверение личности. Были, конечно, очень рады. Вот, потом уже, конечно, мы постепенно поменяли уже на постоянное, но это все уже потом было. Вот, а вначале так, потом, конечно, нам нужно было оформить льготы, поскольку мы люди пенсионного возраста, вот, с этим были, конечно, определенные сложности. Сложности какого рода, я объясню. Значит, мы никуда, ни в одну инстанцию свободно, как вы догадываетесь, попасть не могли. То есть, везде нужно было записываться на очереди, чтобы куда-то попасть на прием, мы должны были записаться на очередь. Опять же, мы обращались к нашим кураторам, к нашим помощникам в Алию, и нам ни разу не отказали в помощи. Большое всем спасибо. Не оставили нас без внимания. Вот, и очереди нам брали, везде мы попали. Вот, все сделали. В течение где-то месяца-двух все, все льготы, все мы сделали. Это, значит, какие льготы, скажу, потому что многих, наверное, будет это интересовать, прежде всего, этот вопрос. Значит, как люди пенсионного возраста, здесь мы имеем следующие льготы. Значит, льгота за хашмаль, то есть за электричество, за воду. А за электричество 100%? 50% оплачивают. Да, 50% нам оплачивают. 50% мы платим. Значит, за воду точно так же. Вот. 50% Арнону мы не платим. И строительные, нам идут строительные. Это как доплата. Да, это идет уже как доплата. У нас идет пособие по старости, мы получаем одно на двоих. Вот. Оно тоже у нас было повышено с начала этого года. Вот. Строительные тоже были повышены. Вот. То есть, в принципе, нам на все хватает. Ну вот сразу попозже задам вопрос, потому что многие будут. Хватает ли пенсионерам на семью то, что оплачивают? Вы знаете, я скажу вам, на это просто и в то же время может быть сложно. Понимаете, все зависит от того, на каком уровне вы жили до момента, допустим, приезда в Израиль. Мы жили на среднем уровне. Мы интеллигентная семья, у нас высшее образование. Я работала в просвещении, заведовала библиотекой, то есть административный работник был. А у меня была средняя зарплата и средняя пенсия в России. У мужа то же самое. То есть, мы были на средних пенсиях. Мы не работали на пенсии. То есть, мы вышли на пенсию, были на пенсии. Ну, как жили средние, как все люди в России. Ни богато, ни бедно. Но все необходимое у нас было в России. Квартира у нас была, как говорится, обставлена. Все необходимое нам было на питание, на коммуналку, на питание, на необходимое, что для жизни требуется, нам хватало. Но и не более того. Конечно, если, допустим, поехать в отпуск, безусловно, нам нужно было копить. Ну, а как здесь? Здесь не сложнее? Здесь вот все в сравнении. Значит, чтобы было понятно, мы переехали в пустую квартиру. Вообще в пустую. То есть, у нас, кроме вот холодильника, никакой техники, кухня была вообще не обустроена. То есть, у нас даже ни там, ни электроплиты, ни газовой плиты, ничего вообще не было. И вот в течение года, первого года проживания, мы уже живем два года, вот мы купили электроплиту, купили стиральную машину, купили пылесос «Филлипс», купили микроволновку, купили печь, то есть, где можно все запекать и все хорошее, все современное, французской фирмы, все прекрасное. Вот, купили мебель, вот, все необходимое для жизни, то есть, там и посуда, текстиль, который мы, женщины, очень любим, не буду кривить душой, я люблю текстиль хороший. Вот, все, на все нам денег хватало. Ну, конечно, мы и в России, мы не транжирили, мы не транжирили деньги, то есть, жизнь нас научила многому, наверное, хорошему, что мы не привыкли. И здесь мы не транжирим, мы живем, нам на все хватает. Прекрасное питание, очень хорошее питание. Вот, у нас мясные продукты не выводятся, там и фрукты, овощи, то, что в основном люди, вы знаете, мы пожилые, мы сидим в основном на диете, ну, по крайней мере, придерживаемся, чтобы не расплываться, да, поэтому в основном это овощи, фрукты, это курица, это рыбка. Курица нежирная, то есть, вот, на все на это нам хватает с лихвой. Ну, и, конечно, к, например, к таким датам, к юбилейным, там, или просто к дню рождения, все, в общем-то, здесь уже я, и хорошее украшение, я люблю серебро, то есть, купила красивые себе серьги и не один комплект уже, красивую цепочку с кулоном купила, ну, все это доступно, на все мне денег хватило. Лидия Владимировна, расскажите, как адаптировались в магазинах, потому что, ну, не знание еврита тоже, как ли это? Конечно, этот вопрос, я думаю, многих волнует. Первое, помню свой первый визит, мы с мужем пошли в наш магазин, пять шекелей, или, ну, можно сказать, тысяча мелочей, вот так, если перевести на русский, то есть, там все мелочи, все, что нужно вот для жизни. Да, это масс-маркет, вот, масс-маркет, там, к сожалению, на кассе, нет, сотрудники не владеют русским от слова совсем, вот, ну, как мы обошлись, то есть, мы купили товары, да, мы выкладываем все как, а как объясниться, понятно, не владея евритом. Но, понимаете, вот, надо отметить, вот, характерные черта, здесь такие внимательные люди, вот это настолько подкупает, ребята, ну, так подкупает вообще, вот, и, конечно, нам помогли покупатели, вот. Они объяснили на еврите, что мы не владеем евритом, все, и все прошло, все нам это оплатили, по у нас карта виза, по карте оплатили, и все в порядке. И, ну, это нам придало уверенности, понимаете, у нас исчезло напрочь вот это чувство неуверенности и страха. И мы поняли, что можно, по крайней мере, на первых порах, даже не зная еврита, можно спокойно везде ходить по магазинам и все. Во-первых, когда пробивают чек, на кассе видно сумма, а, извините, цифры везде одинаковые, на любом языке мира цифры, есть цифры, и видно сколько. И поэтому мы стали смотреть, и все, вот. А потом уже просто карту прикладываешь, у нас магнитная карта, карту прикладываешь, и все, и пробиваешь, и никаких проблем нигде нет. А как с транспортом? С транспортом у нас, значит, для пенсионеров здесь, что очень хорошо, опять же, у нас карточка называется, карта транспортная, РАВКАФ. Вот, то есть она нам дает 50-процентную скидку. Мы оплачиваем, ну, порядка 100 с небольшим шекелей в месяц, и можем ездить, ну, хоть с утра до ночи. Это сюда входит весь городской транспорт, то есть это и автобусы, это и метрониты, и даже, по-моему, да, 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 фуникулеры тоже входят, тоже там скидка есть. Рак в больнице сейчас называется, если правильно. Да, вот подсказывают как. Вот, так что везде ездим, никаких проблем. Ну, тут еще нам повезло, что у нас так расположена квартира, что у нас буквально в пяти минутах торговая рыночная площадь, где и супермаркеты, и овощные магазины, и фруктовые, и прям товарные магазины, то есть все необходимое, что для жизни мы можем через дорогу буквально все купить. Это, конечно, большое преимущество. Ну, и рядом буквально в пяти минутах автобусные остановки и остановки метронита. А как вот ездили, ну, не знаю, ивриток, а не было такого, что конфиделились, потерялись? Было. Расскажу вам. Смешной, конечно, такой оригинальный случай, но расскажу. Первый раз мы с мужем вдвоем поехали в Икею. Сколько времени прошло, что вы в Израиле? Ну, это уже больше года прошло. Мы потом уже много раз были, конечно, все было в порядке. Что у нас получилось? Мы нормально приехали в Икею, нормально доехали на автобусе, там уже отоварились, все. И обратно уже собирались ехать к себе домой, в Хайфу, потому что Икея находится в пригороде. Да, 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 она находится в пригороде Хайфы. Ну, и вот, и получилось, мы, значит, смотрим 24-й автобус, который идет до нашего дома. А получилось так, что он не по тому маршруту. То есть так, а не зная вот иврита, он, может быть, шоферы сказал, а мы-то не знали. Истели, и мы уехали, понимаете, вглубь заехали. Ну, он нам объяснил, понятно, жестами, потому что иврита мы не знаем, он нам объяснил примерно, как нам пройти на автобусную остановку. Мы, значит, стоим, дошли до автобусной остановки, там несколько маршрутов автобусов. На какой сесть, откуда мы знаем. И нам просто вот, я говорю о том, насколько здесь приветливые люди. И что здесь всегда кто-нибудь придет на помощь. Поэтому вот этого страха бояться не нужно абсолютно. Просто нужно где-то проявить немножечко находчивость. Где-то это, мы обратились к девушке молодая, ну, женщина, скажем так, молодая женщина. Вот. Она знает русский, нам повезло. Она знает русский, она нам сказала, так, значит, не паниковать, садитесь вместе со мной в автобус, вместе выходим, я вас провожаю на остановку Митронита. Все. Вот мы буквально остановки три, наверное, четыре проехали с ней на автобусе, выходим. Значит, это Кирья Тата. Она, значит, проводила нас до остановки Митронита, буквально чуть ли не за руку. Вот. Говорит, вот, все, вы садитесь на первый Митронит. А мы знаем, что первый Митронит идет до нашего дома. Вот. Конечно, мы были очень ей благодарны. Мы так тепло расстались. Знаете, вот такое ощущение было, как будто мы друг друга сто лет знаем. На самом деле нет. И пожелали друг друга удачи, успехов и всего-всего хорошего. И буквально через полчаса мы были дома. Еще, вот, знаете, конечно, мы очень много здесь встречали своих земляков, наших сибиряков, наших амичей. Вот. Таким вот образом пошли мы в Кешет-Тиамин, это русский магазин. Вот. Там познакомились, случайно совершенно вот покупали товары. И познакомились, оказывается, наша землячка, тоже из Омска. Тоже не так давно здесь. Вот так вот люди случайно знакомятся. Еще ознакомились с... У меня сейчас вот я предприятельницей дружу. Она тоже амичка, тоже из Омска, но живет уже в Хайфе много лет. Она уже владеет, конечно, эвритом прекрасно. Поэтому моя первая помощница. Ну, у меня сразу же второй вопрос исходит. Что с эвритом? Так, значит, объясняю. Значит, эврит у меня, значит, русско-эвритский разговорник. Очень большая помощь. То есть, вот если мне, например, надо, вот надо было мне в часы батарейку поставить. Я посмотрела, как батарейка. Солила. Вот эта батарейка. Пошла у нас часовая мастерская на площади. Подхожу к часовщику, к мастеру. Все показываю. Все поменяла деньги, заплатила. Вот и все. Вот таким образом. Теперь уже, конечно, я могу объясниться. Могу поздороваться. Могу сказать доброе утро, добрый день, доброй ночи там и так далее. Вот. Извиниться могу. Тоже. Это уже. Это я самостоятельно. Да. Потому что слышишь постоянно эти выражения. Вот эти слова постоянно. А вот с Ульпаном? С Ульпаном у нас пока остается этот вопрос открытый на время. То есть нам уже дали координаты. Все у нас есть. Обязательно пойдем в Ульпан. Обязательно. Это даже без слов. Даже не... То есть Ульпан есть, но просто как бы там есть... Да. Там, во-первых, очередь определенно есть и все. И у нас, к сожалению, в силу вот таких обстоятельств, я уже говорила об этом, повторюсь, что мы приехали во время пандемии. И мы не знали, понимаете, как, что у нас получится вообще. Поэтому, конечно, у нас еще есть незавершенные вопросы, которые нам надо завершить в России, в Омске в частности. Вот. Поэтому все вот мы должны завершить наши все дела и пойдем сразу в Ульпан. У меня еще один вопрос по поводу жары. Я знаю, что вы боялись ехать сюда именно из-за жары. Как переносите? Да, честно скажу, побаивались. Жары мы побаивались. Вы знаете, нормально. Не буду говорить, это было бы неправдой. Я человек откровенный. Как думаю, так и говорю. Да, конечно, июль, август, даже где-то половина сентября, конечно, это стоит жара. Жара за 30 градусов. Под 40, бывает и 40, если на солнце. Но вы знаете, во-первых, у нас в домах везде стоят мозганы. То есть кондиционеры. Летом это на холод стоят. Зимой, понятно, мы включаем на тепло. Вот. Потому что здесь у нас в квартирах центрального отопления вообще нет. То есть здесь есть только кондиционеры. Но нам их хватает, в принципе. В холоде сказать, что мы прямо от холода замерзаем. Нет. Такого сказать нельзя. Но в жару, конечно, что хочу сказать. В самое жаркое, это вот июль, август, сентябрь. Мы выходим так. Утром идем на море. У нас море в шаговой доступности. То есть где-то порядка 20-25 минут. Если пешком. Если на первом метро нити, это 5 минут. Все. И мы на море. Представляете, какая красота. Вот. Средиземное море, побережье. Все. Воздух. Красота. Солнце. Пальмы. Все, что надо. А в обед, наверное, дома. В обед. Да. День мы в жару, мы, конечно, дома. Вот. Вечером мы выходим и делаем проходки. Мы бегать уже нам, конечно, в нашем возрасте. Но мы ходим по парковой зоне. Она довольно-таки приличная у нас. Ну, километра, может быть, два. Вот так вот. По общей протяженности. Мы ходим пешком. Практически каждый день. Люди задавали вопросы. Их немного, но они есть. Вот. Основные вопросы. Освоение еврита и создание круга общения. Про еврита сказали. Круг общения. Ну, вы знаете, конечно, я не думаю, что скажу новость. Людям нашего возраста, уже, конечно, довольно-таки пожившим и знающим жизнь с разных ее сторон, найти, конечно, общение, не буду говорить, что легко. Очень трудно. Очень трудно. Не то, что здесь люди, люди хорошие в основном здесь, приветливые. Но вы понимаете, мы же со своими взглядами, со своими взглядами на жизнь, со своими вкусами, со своими какими-то пристрастиями. И поэтому именно найти людей, с которыми тебе было бы комфортно и легко общаться, ну, это всегда трудно. Но не буду говорить, что невозможно. Возможно. Вот. У меня есть сейчас прекрасная приятельница. Мы общаемся. Нам легко друг с другом. Тем более, моя землячка. Вот. Много лет уже живущая в Хайфе. Человек уже, конечно, знающий очень хорошо Хайфу. Вот. И вот так вот мы случайно тоже познакомились с мужем, гуляли в парковой зоне и познакомились, разговорились. Вот. И теперь уже вот сколько времени мы общаемся. Суп вместе проводите, библиотеку. Да. Я очень благодарна. Очень благодарна своей приятельнице, потому что она меня, она мне показала жизнь по-другому, как бы раскрыла прелести жизни здесь. Во-первых, записала меня в библиотеку. Мы с ней читаем книги, книга Любы. Я тем более, потому что я по профессии библиотекарь. Мне это очень близко, это мое родное. Вот. Обмениваемся мнениями. Вот. Это очень много значит. Даже вот вышли один раз из библиотеки, познакомились здесь с русскоязычным поэтом. Вот. Он нам подарил на память свои книги. Вот. Стихи он пишет. Вот. Вот видите как. Вот случайно, понимаете. То есть не то, что мы, мы же это не могли предугадать. Это просто вот случайность. Но в этом же и есть все прелести жизни. Что настолько она многогранная и дарит нам вот такие приятные моменты. В Союзе писателей русскоязычных, в Хайфе. Какое нам подарил. Не забывай меня, не забывай. Я пока еще на этом свете. И любовь моя, конечно, не в запрете. Дверь своей души не закрывай. Красиво. Вот. Владимир Маркин. Вот так. Лидия Владимировна. Ну и, конечно же, вопрос. Чем занимаетесь тут на пенсии? Вы знаете, вот я очень благодарна Израилю. Очень благодарна нашей Хайфе. Именно здесь я открыла для себя новое увлечение. Я раньше никогда этим не занималась. Мне всегда нравились изделия из джутовой нити, из джутового каната. Но сама я никогда этим не занималась. Я просто посмотрела в интернете, как люди делают. Не брала ни у кого уроков. Специально не занималась. И вот, Ирочка, покажи. Вот это была моя первая ваза, которую я сделала своими руками. То есть, я ее оплела джутовой нитью. Вот это тоже, да? Ну, это готовая была. А вот это уже я делала все сама. Вот такая получилась. Да, вот такая у меня получилась. Это моя самая первая работа. Я поняла, что я могу это делать. Вот. И потом, дальше больше. Я стала делать кашпо. Таким вот этим же способом. Я сделала кашпо. То есть, я беру форму какую-то и оплетаю вот этой нитью. И вот это украшение, все вот эти, чтобы это было красиво, да? Вот. Это называется джутовая филигрань. Вот таким образом сама владела ей. А потом уже, когда в интернете открыла, оказывается, ну, понятно, что я не одна такая. Что люди этим занимаются. Много времени этому посвящают. И все. То даже вот у меня есть, покажут вам картины. Даже у меня есть такие. Я сделала тоже методом джутовой филиграни. Ну, и вот тоже вазочка, как раз, которую я показывала в начале. Сделана собственными руками. Лидия Владимировна, я знаю, что вы вместе с мужем здесь, Евгений Михайлович, но он стесняется, да? Ну, да, он такой закрытый человек у меня немножко. Да, ну, как и многие из мужчин. Он не исключение просто. Не исключение. У вас недавно был юбилей. Да, у нас 15 октября, совсем недавно, была знаменательная дата. 45 лет нашей совместной жизни. У нас была сапфировая свадьба. Вот есть фотография. Такая вот вместе. Это вот мы гуляем. Замечательная фотография. Какие вы здесь хорошенькие, молодые. Да, есть свадебные фотографии, конечно. Сейчас. Всегда интересно смотреть фотографии. Какие мы были. Так вот, молоденькие. Вот. Сколько лет назад это было? 45 лет. Обалдеть, 45 лет назад. 45 лет назад. Вот такие мы были. Это какой год? 77-й год. 77-й год. Да, 77-й год. И вот такая еще фотография. Вот три фотографии. Красивые здесь мы такие. Молоденькие. Ну и сейчас красивые. Взрослые, конечно, но тоже красивые. Лидия Лординаровна, я знаю, что у вас еще есть одно. Даже не могу сказать хобби, а это профессионализм. Что вы играете на инструментах. Да. У меня, как говорится, в моей жизни две мои самые большие, два самых моих больших увлечения. И это, в общем-то, связано с моей профессией, поскольку я культ-просветработник. Вот. Поэтому это литература. Я библиотекарь по образованию. И это музыка. Я с шести лет занимаюсь музыкой. И вот на протяжении всей жизни. То есть я закончила музыкальную школу. Потом играла в ансамбле скрипачей. Поступала в музыкальное училище. Я поступила в Шибалина у нас в городе. Позанималась там немного все. Но потом я поступила в университет культуры. Сейчас, раньше это был СГИК, Восточно-Сибирский институт культуры. Сейчас это в ГАКе, Восточно-Сибирской академии культуры и искусства. Вот. Ее окончила успешно. Вот. И потом на протяжении многих лет работала заведующей библиотекой крупного учебного заведения колледжа. При читальном зале у меня была литературно-музыкальная гостиная, куда я приглашала известных артистов, поэтов, музыкантов. Ну и, конечно, играла сама. Я знаю, что, конечно, вы играете на скрипке. Да. Я скрипачка. Ну и, конечно, любой хороший скрипач, он, безусловно, владеет фортепиано. Здесь у меня, скрипка у меня пока в Омске, но моя мечта, я вот уже говорила, это купить электроскрипку. Я мечтаю играть на электроскрипке. Вот. И, конечно, здесь у меня, учитывая квартиры у нас не огромные, я играю здесь на синтезаторе. Сыграйте нам. Спасибо огромное. Лидия Владимировна, я очень благодарна вам, я думаю, зрители тоже поблагодарят за такой вот интересный рассказ. Огромное вам спасибо и, как говорится, чтобы все было хорошо в Израиле. Спасибо. Очень, конечно, мне было приятно пообщаться, очень приятно. Ну и я надеюсь, что, может быть, мой вот такой ненавязчивый рассказ поможет многим людям. И те, кто сомневаются, конечно, безусловно, чувство неопределенности, чувство страха, оно, безусловно, многих людей оно посещает. Вот. Ну, чтобы вот этого не было, конечно. Самое главное – это настрой. И если есть большое желание, то все преодолимо. Все в наших возможностях, все в наших силах. Нет ничего невозможного. Вот, наверное, на такой оптимистической ноте, наверное, мы и закончим наше сегодняшнее видео. Да. Ну что, ребята, видео заканчивается. Мне особо, конечно, нечего добавить. Но, как видите, и в возрасте на пенсии можно переехать в другую страну и жить полноценной жизнью. Я вам всем желаю мира и добра. И до новых встреч. Увидимся в следующих видео.